Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук. Меня Вадим Петрачков. Моего мужа зовут Вадим. И мы живем в деревне, и мы пошли в лес, чтобы набрать бересты для растопки камина. Сегодня 16 декабря, минус 20 градусов мороза. Очень хорошее солнышко светит, вы видите, что мы прямо вот щуримся. Вот, кос мы выпустили подышать, потому что я не представляю, что если бы меня вот в заперти держали, говорят, не надо гулять в такие морозы, не надо. Но я не представляю, чтобы меня так держали в такой заперти, и я бы не дышала свежим воздухом, это очень тяжело. Поэтому я их выпустила все-таки погулять. А мы вот смотрите, в какой великолепный, шикарный лес пойдем собирать бересту. Там есть несколько берез, которые упали, и мы с них будем сдирать бересту для камина, потому что растапливать так просто дровами очень тяжело, надо с берестой. Козы, наверное, с нами пойдут? Козы не пойдут, не надо. Они просто потом вернутся. Нет, пусть они там сено едят, а мы пойдем. Нормально, я поди на парковичке. Ой, мы уже снимаем. Вот такая у нас дорога в зимний лес, да, дорога, по которой мы ходим за грибами. Вот там вот будет озеро. Вот там вот озеро у нас. Сосед наездил дорогу. Да, у соседа у нас есть снегоход, и он нам дорогу сделал. Очень красивый лес. В этом году нет снега. Кстати говоря, вот я расскажу про зимнюю горку. Мы вышли, посмотрели, огляделись. Хотелись и в выходные в эти сделать зимнюю горку, потому что во вторник Вадим уезжает в командировку. Но снега нету, поэтому горку делать в этом году не будем, потому что еще неизвестно, приедут к нам гости на Новый год или не приедут. Вот, не знаю. Вот. А как делать зимнюю горку, я тогда выложу под этим видео прошлогоднее. Посмотрите. Между прочим, несмотря на то, что мы с Вадимом делали это первый раз в жизни, у нас получилась очень хорошая, веселая горка. И мы на ней катались всю зиму. Сначала она была такая шершавенькая, но потом мы ее катали, она стала гладкая-пригладкая. И было классно вообще. Всю зиму на ней катались мы. И гости наши катались. Вот так. Вот у нас такое озеро такое образовалось. Я боюсь, идти, иди, проверяй первый. Не провалишь, значит, я пойду. Хотя Вадим намного у меня легче. Сколько ты килограмм? 75, а я 85. Вот так вот на 10 килограмм. Нет, тут хорошо застыло. Нет, нормально. Все. Там, наверное, уже... Смотри, он ездит по озеру на снегоходе. Снегоходе. Ой, какая красота. Вот смотрите, как наш сосед наездил тут. У нас тут в Шерегеш ехать не надо. Смотрите, какие у нас тут. К нему друзья приезжают из города. Да, к нему друзья приезжают. У твоих снегоходов. У нас тоже когда будет. А потом расскажу. У меня будет, кстати говоря, 2000 подписчиков скоро. Я вам расскажу еще один секретик. Так что подписывайтесь на мой канал. Ну вот, мы нашли первые залежи. Береза, которая валяется. Сейчас будем отковыривать, складывать. Мы взяли с собой мешок. Будем отковыривать. Сейчас я поставлю телефон. Такие маленькие березочки. Я-то тут вообще бесполезная, по-моему. Я только собирать в мешок. Кто будет держать мешок, да? Я сейчас ножик валю. И к спиной получается. Туда, на ту сторону иди, чтобы тебя лицом было видно. Смотри, Вадим, какой я нашла. Вот прям, смотри, какая хорошая. Вон, прям она даже уже отстает. Там что-то... Ой, какая хорошая. По маленьким кусочкам, в принципе, все равно растапливать маленькими кусочками. Конечно, живые березы нельзя для этого использовать категорически. Хотя тут очень... Не хотя, а хочу сказать наоборот, что здесь очень много поваленных берез. Потому что... Знаете почему? Потому что здесь очень много грибов. И березы падают очень часто. Потому что грибы подъедают. Очень красивый у нас лес. Это вот буквально сколько, Вадим, минут? Пять минут от дома у нас. Такой у нас красивый лес. На лыжах я не люблю кататься. У нас нету лыж. Хотя, конечно, может быть бы... Может, можно как-то начать. Но я не люблю кататься. У нас... Я жила в деревне. У нас физкультура была. Ой, пипец. Вообще. Нас гоняли по... Кого по три? По пять километров. Нас гоняли бегом на скорость. Прибегаешь. Никакующий. Язык на плече лежит. Ой, ужас. Весь горячий. От тебя пар. Ну, не знаю. Это для меня все. Меня отбили всякую охоту, всякое настроение кататься на лыжах. А мы по Тунды ели. Где? По Тунды. На уроках и скручивают. А вы на скорость или катались просто? Ну, на скорость, конечно, на время. Ну, честно скажу, мы все равно ездили на горку. У нас была такая гора, называется Разлом в деревне. Ну, а на сколько? Наверное, километра три была высотой. Вот мы забирались туда, брали с собой сало, разводили там костер, жарили сало на костре. Ну, а потом скатывались вниз и все. Триста метров. А? Триста метров три километра. Три километра? Три километра – это горы. Гора? Выше, чем уральские горы. Ты мне не веришь? Ты спроси хоть кого. Маму спроси. У нас гора разлом была. Мы шли очень долго. Мы ходили... По длине. Подожди, по длине. Я не по высоте говорю. Мы шли, например, вот для того, чтобы скатиться, у нас был выходной целый. Мы уходили на один день, вот разжигали костер, саяло, жарили, и потом скатывались один раз. Это у нас проходил выходной. Три километра, наверное, так вот. У мамы спроси, если не веришь. Ты что? Нет, я думала, высоту. Нет, нет, нет. Вот такой вот у нас лес. Как мне жалко людей, у которых нет зимнего леса. Представляете, у людей все время трава и трава. Нет снега и нет солнца. Нельзя так поваляться в снегу. Только в этом году, конечно, снега мало. Вадим, я упала. Мне надо поднимать. Это сейчас, пока Вадим придет, телефон разрядится. Я сама. И вишит. Ой, на что-то острое встало. Все, я уже встала. Вадим вишит. Да я не упала, я легла. А тебе наврала, что я упала. Вадим пришел меня спасать. А? А мы с классом. На лыжах ходили. На шахту. По тундре. Вдоль дороги. Мы шли. Там где-нибудь, на другую 8. Ее у нас мой отец. Мы пришли на шахту. На лыжах? На лыжах, да. Пришли на шахту и пошли, первое дело, в столовую. Там повоили. А потом он нас повел в экскурсию по шахте. Прикольно. Я гордился, что мой отец мне организовал такой поход. Есть классный огонь. Ага, здорово. Ага, понятно. Ну ладно, пошли дальше березы искать. Мы пошли искать березы. Вон нашли березу, вон она, вот видите, вон она. Пошли мы туда к ней. Ой, извиняюсь, что тут все криво, косо. Иди, иди. Ой, тут меня просто не получится снять или... Не знаю. Какие ягодки красивые. А, замерзшая. Значит, во рту у меня растает, я ее съем. Шиповник? Угу, шиповник. Вадим, тут прямо кто-то пни приготовил вывозить и не вывез дрова. Посмотри. На них можно березу содрать. Смотри, кто-то хотел вывезти. Нам надо вывезти было, да и все. Смотри, сколько пней. Топорик у нас, правда, покрашен в красный цвет. Да, сколько надерем. Давай, сейчас я положу телефончик. Вон, какая хорошая береза. Сейчас я переверну. Да, как я снимаю березу, а то скажешь, что только ты один снимаешь, а я не снимаю. А я тоже снимаю. Смотри, как я снимаю. И потом скажешь, что ты один работал. Так вот я делаю. Раз, раз, раз. Раз, раз, делаю. А потом вот так вот подколупываю ножиком. Ну, помаленечку снимается. Вот так вот. Блин. Так не получится. Вы знаешь, какая хорошая береза мне только что снялась? Да, снимается нормально. Ну, помаленьку он все равно же хорошо. Ну, отстег, хватит. Зато сейчас не получится и будут все смеяться надо мной. Все. Снимаю, снимаю. Вот все сама, все сама. Да иди, иди. Я сама, бедная. Да. А ты пойдешь? Пошли домой. Ну, пошли. Мы все, мы пришли. Мешок вы с берестой видели. Нас видно? Здесь. Здесь. Я говорю, где ты взял осину? Он говорит. И шел, шел, смотрю, осина лежит. Я ее забрала. На самом деле у нас тут заросло. Вот здесь и Вадим маленечко прореживает. И заодно наши козы едят кору осиновую. Как дураки сидим. Ну, ладно, подожди. А надо сказать, кому понравилось наше видео. Да? Кому понравилось наше видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями. Заходите почаще в гости. Пока-пока. Пока-пока.